Здравствуйте, уважаемые школьники! Сегодня предлагаю поговорить о том, каким кино будет в будущем. Как вы думаете, как будут выглядеть фильмы, снятые через 20 лет? Чем будут отличаться от нынешних? Наверняка вы уже знакомы с такими технологиями, как виртуальная и дополненная реальность. ИА – искусственный интеллект. Их уже активно используют в кинопроизводстве. Остановимся на технологии VR. Это созданный техническими средствами виртуальный мир. Человек в него погружается с помощью специальных очков или шлема. На протяжении последних 10 лет VR называют будущим кинематографом. Еще в 1955 году американский режиссер Мортон Хейлик в своем эссе «Кино будущего» предположил, что кинематограф когда-нибудь откроет перед человеком новый, научно созданный мир, такой же яркий и живой, и будет соответствовать динамике нашего сознания. Вот только когда это время настанет – непонятно. Но продвижение в кинематографе уже заметное. Многие сменили традиционные камеры на такие, которые позволяют снимать со всех возможных углов. Например, панорамные камеры с углом обзоров 360 градусов. Используя шлем VR, можно посмотреть короткометражный документальный фильм «Guardians of the Kingdom», рассказывающий про взаимоотношения китов и людей. Одним словом, сегодня мы стоим на пороге новой кинореволюции. Гуру виртуальной реальности художник Крис Милк считает, что кино будущего будет иметь индивидуальный подход к каждому зрителю. Предложит иммерсионный опыт, то есть полностью погружающий в процесс. Он уверен, что такие картины будут способны развивать сюжет в режиме реального времени. И в какую сторону это будет решать зритель. Причем у каждого будет своя история. По словам Милка, техника кино разовьется настолько, что фильм будет восприниматься как часть повседневной жизни, только с поразительными элементами выдуманных историй. Технология искусственного интеллекта также будет использована в кинематографе будущего. Она позволит персонажам, созданным с помощью компьютера, в режиме реального времени реагировать на запросы зрителей. Представьте себе гораздо более продвинутую версию Сирии только в виде персонажа фильма. Кинематографы предполагают, что шлемы виртуальной и дополненной реальности разнообразят палитру красок традиционного кино. То есть человек будет не только смотреть картинку, но и в любой момент сможет оказаться внутри нее. Вы только подумайте. Вот смотрите вы исторический фильм, например, «Томириз». И по одному щелчку вы оказываетесь внутри фильма. И плечом к ключу отражаетесь главной героиней. Уже сегодня технология виртуальной реальности развивается очень быстро. И кажется, ее возможности не имеют границ. Эксперты отмечают, что кинематографическое направление вир-сферы наиболее развито в США. Еще в 2016 году телеканал National Geographic заявил, что снимает свой первый контент в формате вир. Это оказался короткометражный документальный фильм «Защитники». Картина рассказывает о защитниках африканских слонов от браконьеров в национальном парке Гарамбо. Через два года другой голливудский режиссер Роберт Родригес также дебютировал в вир-кино с боевиком «Предел». Второе место по развитию в вир-киноиндустрии занимает Франция. В 2020 году на фестивале документального кино в Биорице насчитывалось около десятка французских студий, которые представили свои вир-проекты. Как вы думаете, чем отличается подход к съемке вир-фильма от традиционного кино? В сценарном плане принципиальных отличий нет, а вот монтаж фильма проходит совершенно иначе. В традиционном кино мы можем заметить склейку кадров, а в фильме VR зритель этого не заметит, потому что изображение в фильме такое, как мы видим его в реальной жизни. В трехмерной реальности и с обзором на 360 градусов. Кроме того, меняется и подход к самой съемке. Если, скажем, во «Властелине колец» нам важно показать кольцо, то оператор сделает акцент на нем, снимает его крупным планом, наведет фокус, тем самым привлечет внимание аудитории. В VR-фильме зритель может смотреть в любую сторону. Здесь нет фокуса съемки крупного плана, какой-либо детали, поэтому, чтобы привлечь его внимание, к определенному моменту используют звуковые или световые эффекты. В такие моменты проявляется мастерство режиссера и оператора, задача которых – правильно расставить акценты и не дать зрителю потеряться в картинке и заскучать. Еще одно новшество, которое уже с успехом используется в кинематографе – цифровые актеры или замена лиц. Кстати, такой технологией вы наверняка пользуетесь в Instagram. Маски и фильтры в Stories. Только в кино эта технология наивысшего качества. Так, в фильме 2016 года «Изгой-один. Звездные войны. Историй» спустя 20 лет после своей смерти в роли Гранд Моффа Уилл Хаффа Таркина на экран вернулся Питер Кушинг. Там же мелькнула молодая версия Кэрри Фишер. Актриса Марго Робби на съемках фильма «Тоня против всех» несколько часов просидела в 3D-сканере, чтобы передать свое лицо профессиональной фигуристке, исполнившей в фильме «Тройной аксель». Такую же технологию сканирования применяли для блокбастеров «Терминатор», «Генезис» и «Логан». Уже в свет вышли небольшие ролики, герои которых цифровые актеры, отличить их от настоящих нереально. Я думаю, что все эти технологии уже не за горами и совсем скоро мы шагнем в новую эру кинематографа. На этом мы завершаем наш урок. И сейчас вас ждут вопросы. Первый вопрос. Назовите первый документальный VR-фильм телеканала «National Geographic». Второй вопрос. В какой стране на сегодня кинематографическое направление VR-сферы наиболее развито? Третий вопрос. Назовите режиссера фильма «Предел». Редактор субтитров А.Семкин